На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Какие планы на осенний призыв в ряды вооруженных сил Российской Федерации? Чувствую удовлетворение, что я иду в хорошее место, в самое элитное подразделение нашего государства. Осень – время урожая. Телеканал Видное ТВ тоже подводит итоги Творческого года, собирая награды на различных фестивалях. У кинотеатра «Искра» начала свою работу «Традиционная ярмарка». Здесь мне нравится очень хорошая палатка, свежие, хорошие овощи. Претензий нет. В Российской Федерации стартовала кампания по осеннему призыву в ряды вооруженных сил, в том числе и в Ленинском городском округе. Первые призывники уже пришли в военкомат. С ними поговорила Юлия Погосян. О военной карьере Павел Муштаков мечтал с детства. В седьмом классе поступил на обучение в кадетский корпус. Был заместителем командира роты в звании старшины. Его цель – стать офицером. Сегодня для молодого человека ответственный день. Пройдя всех необходимых врачей, он предстал перед призывной комиссией, члены которой вручили Павлу счастливый билет в будущее. Призывник будет служить в президентском полку. Я, ну скажем так, чувствую удовлетворение, что я иду в хорошее место, в самое элитное подразделение нашего государства, на которое смотрит весь мир, который является фасадной частью не только Москвы и Московского Кремля, но и всей нашей Родины. В этом году осенний призыв начался на месяц позже. Комиссии необходимо отобрать 100 ребят, которые будут служить в различных войсках. Причем речь идет исключительно о срочной службе. Они пойдут служить только в части. Будут нигде задействованы ни в спецоперации, ни в мобилизации. Это не подлежит. Это призыв на военную службу. Как обычно, один год люди отдают свою обязанность в защите Родины. И дальше они будут уволены домой, как бы все положено. Здесь не надо волноваться в этой части. Традиционно Ленинский городской округ идет с перевыполнением призывного плана. Желание служить изъявляет больше молодых людей, чем необходимо. Сегодня армия ребят не пугает. Этот год они рассматривают как возможность научиться новому. Обрести специальность – пройти школу мужества. Армия много прикладных навыков дает. Можно найти, где применить. Прогресс в физических нагрузках. Дай бог, чтобы я не потерял его. Новую специальность, опыт, друзей. Вообще срочная служба для молодых людей открывает много дверей. Возможность поступить в военное училище, пойти в армию по контракту. Перспективы развития найдутся и для тех ребят, которые решат остаться на гражданке. Все силовые структуры, плюс органы государственной власти, депутатам пойти, если он, конечно, этого захочет. При поступлении в высшее учебное заведение то же самое. В этом году имеется ряд льгот вне конкурса. Он берет рекомендацию с воинской части, там, где он проходил военную службу по призыву. Вот с этим письмом он имеет преимущественное право при поступлении в высшее учебное или среднепрофессиональное учебное заведение. Осенний призыв продлится до 31 декабря. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В Екатерининском монастыре прошли мероприятия, приуроченные ко дню памяти жертв политических репрессий. На опоминальной молитве была и наша съемочная группа. По кому звонит колокол в православных храмах 30 октября, знает каждый прихожанин. Вспоминать политических заключенных советских времен сегодня в России официально разрешено. Стали доступны многие архивы, секретные материалы, имена жертв. Здесь видно, место с этой точки зрения особое. Екатерининский монастырь кровью связан со всеми теми местами, где были в плену или в неволе наши братья и сестры. Особенно в Ленинском районе это три места. Это Бутово полигон, коммунарка полигон и наш Екатерининский монастырь. Спецобъект номер 110. Сухановка. Дача пыток. Как только не называли тюрьму для политзаключенных, которую разместили в монастыре. С 1939 по 1952 годы ее узниками стали более 35 тысяч человек. Почти все погибли. Среди них были высокопоставленные политики, военные деятели искусства. Осужденные жили в монашеских кельях и подвалах, а пыточная располагалась в Центральном соборе. В память о всех, кто томился в этих стенах, о всех невинно убиенных. На территории монастыря установлены крест и мраморная плита. Сюда приходят те, кто, согласно закону о реабилитации жертв политических репрессий, относятся к числу пострадавших. И если лет 20 назад приезжали целыми автобусами, то сегодня в Ленинском округе осталось лишь 22 живых свидетеля тех страшных событий. Многие по состоянию здоровья уже не могут прийти. И в этом году упоминальные мероприятия посетили только три человека. Евгении Караваевой было всего 6 лет, когда она последний раз увидела своего отца. Узнала правду только в 1991-м, когда держала в руках его дело. Потом я хорошо узнала это название. ПФЛ – профилактический профильтрационный лагеря. И проходил он этот профильтрационный фильтр в Подольске. Здесь вот рядышком. Вот. А потом найти не могли. Прошедший немецкий плен после войны Александр Гаврилов из-за доноса попал в ПФЛ по самой распространенной в те годы 58-й статье. Государственные преступления и контрреволюционная деятельность. Выйти из лагеря мужчине уже было не осуждено. В этот день в Екатеринском монастыре прошла поминальная служба. В людской памяти никогда не сотрутся годы лихолетия, когда по доносу невинного человека могли арестовать и расстрелять. Вечная память. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Ученики видновских образовательных учреждений – частые гости на телекомпании Видное ТВ. В основном в гости к нам приходят школьники. В этот раз окунуться в мир телевидения посчастливилось пятиклассникам из Видновского художественно-технического лицея. А вас уже ждут. Можете помахать. Гостям на Видное ТВ рады всегда, даже несмотря на то, что это режимное предприятие. Безусловно, на телевизионной кухне и кино снимают, и программы показывают. Но увидеть своими глазами, как записывается в данном случае выпуск новостей – совсем другое дело. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Каламенко. До новых встреч. До записи. Экскурсию для учащихся в ИХТЛ провела журналист и автор нескольких телевизионных программ Юлия Погосян. Безусловно, сердцем телеканала является студия. Именно здесь можно почувствовать себя телезвездой. В Ленинском округе продолжается реализация программы социальной газификации. Ребята смогли поговорить и с другими сотрудниками телекомпании, монтажерами, авторами программ, журналистами. Главный редактор телеканала Татьяна Брылова кратко рассказала о главных принципах работы. Журналисты – это и корреспонденты, и операторы, и видеомонтажеры – они тоже журналисты. Поэтому, если кто-то, например, хочет корреспондентом быть и работать в полях, то кто-то другой хочет тихонечко сидеть, монтировать. Ребята увидели и рабочие места журналистов, что, правда, не очень зрелищно. И монтажные комплексы, где разрозненные кадры, снятые операторами, монтажеры превращают в один сюжет или фильм. Спасибо! Как всегда, ребята получили заряд хорошего настроения и узнали много интересного. А кто-то, возможно, задумался о том, чтобы связать свое будущее с телевидением. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Осень – время урожая. Телеканал «Видное ТВ» тоже подводит итоги творческого года, собирая награды на различных фестивалях. На днях наши журналисты вернулись из Твери, где состоялся финал девятого всероссийского фестиваля конкурса «Дива России». Привезли дипломы победителей и незабываемые впечатления. Слово Татьяне Брыловой. «Дива России» – фестиваль-конкурс туристических видеопрезентаций. И уже девятый год подряд собирает представителей со всех регионов страны, так или иначе связанных с туризмом. Презентационные ролики заповедных уголков России и мест активного и оздоровительного отдыха становятся претендентами на победу в эксклюзивном фестивале. Наш телеканал впервые принял участие, и несмотря на то, что работы не совсем подходили под формат конкурса, оба представленных фильма вышли в финал. В очном туре предстояло защитить свои проекты. Первым представили фильм «Спаск. Сон наяву». Посмотрев этот фильм, хоть он и не относится к туризму, в общем-то, многие говорили, я бы туда поехала. Это фильм ностальгия, это фильм открытия для меня, потому что так как я там не была 20 лет, я увидела там новых людей, познакомилась с новыми людьми. Я открыла для себя историю этого города, в котором я прожила все детство и юность, а я его, оказывается, не знала. Второй фильм «Живая Лазара Сееварич» представил Константин Брылов, отметив, что съемки были незапланированными. Семейный отдых превратился в творческую командировку. Сама идея кроется в самом фильме. Россия – это не Москва и не крупные города. Россия – это регионы, которые несут на самом деле тот дух, чем мы и живем. В составе жюри – сопредседатели Оргкомитета фестиваля Сергей Кривцов и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Александр Басов. В рамках фестиваля они провели тренинги и мастер-классы. Здесь мы видим людей, которые делают все сами с нуля, изобретают велосипед, а наша сфера – это одна из немногих сфер, где изобретение велосипеда не только не карается, а должно поощряться. Потому что каждый велосипед штучный. Не существует инструкции, как сделать фильм, как сделать ролик, как написать книгу, иначе бы они все были одинаковые. Мы делаем штучные вещи. Мы кустари. Фабрика не работает здесь. Ежегодный финал «Дивы России» проходит в разных городах страны. Его площадкой уже становились такие города, как Москва, Тула, Владивосток, Севастополь. Тверь предоставила для участников форума возможность изучить историю края. Мы выбрали экскурсию в города Старица и Ржев. Хотя свой рассказ экскурсовод начала с Твери. Екатерина II даровала миллион для того, чтобы город получил новое лицо. Храмы и монастыри, насчитывающие по несколько сотен лет и помнящие первого патриарха московского и всея Руси Иова, который принял монашеский постриг в Успенском соборе, возведенном при последнем удельном князе Руси Андрея Старицком, а также Александра Пушкина, гостившего у дальней родственницы Просковьи Осипова Вульф. Обо всем этом смогли узнать участники экскурсии. Последним аккордом в нашей экскурсии стало посещение мемориала советскому солдату, который был открыт в 2020 году и построен исключительно на народные деньги. Здесь не нужно говорить, здесь лучше помолчать. 25-метровая фигура солдата на высоком насыпном холме смотрит сверху вниз. Стая журавлей словно уносит его в небо, подчеркивая трагизм тех событий. В мемориальном комплексе есть две стены, на которых вырезаны имена 17 тысяч погибших под Ржевом воинов советской армии. По официальным данным, потери советской армии под Ржевом были намного больше – почти 777 тысяч. Каждый метр земли здесь пропитан кровью наших солдат. И вот третий день фестиваля «Дива России» – подведения итогов. 40 номинаций, 303 работы попали в финал. Телевидение города Петушки Владимирской области представило 8 работ. Вариться в своей каше – не всегда это хорошо. Когда мы выезжаем на Россию, общаемся с другими телеканалами, с нашими экспертами общаемся, мы очень много узнаем. Мы приезжаем, во-первых, удушевленные. И этим воодушевлением была пропитана церемония закрытия фестиваля, торжественное объявление победителей, награды. Затаив дыхание, каждый в ожидании услышать свое имя. Кто-то выходил на сцену по нескольку раз. Телеканал «Видное ТВ» тоже оказался в числе призеров. Фильм «Живая лоза России варишь» занял третье место. Дебют состоялся. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». У кинотеатра «Искра» начала свою работу традиционная ярмарка. Для видновчан и гостей города на прилавках представлен широкий ассортимент сезонных овощей, фруктов и ягод, а также большой выбор осенне-зимней одежды. По торговым рядам прогулялась наша съемочная группа. Осень с холодной и переменчивой погодой требует соответствующей одежды. И это учли продавцы традиционной ярмарки у кинотеатра «Искра». На нескольких торговых точках представлены куртки, пуховики, пальто разных моделей из высококачественных материалов. Еще несколько прилавков порадуют покупателей текстильными изделиями для создания домашнего уютного интерьера. «Одеяло, подушки, полотенца, покрывало, махровые простыни, наволочки, наперники, текстиль. Фабрики все разные. Отборный хороший товар. Полотенца у нас японские, одеяло, подушки идут курские, постель у нас турецкая». Традиционно на ярмарках фермеры продают сезонные фрукты и овощи. Ведновчанка Анна приходит за огурцами и помидорами только к Надежде Седуковой, которая уже более пяти лет приезжает со своей продукцией на городскую ярмарку. На этот раз покупательница решила приобрести популярную в этот период хурму. «Выбираю медовое, очень сладкое. А я верю продавцу. Вот и взяла». «А вы постоянно посещаете вот эту ярмарку?» «Да. И постоянно именно вот этого продавца. Всегда». «Вот это шоколадная хурма. Когда отрезается, она должна быть именно шоколадного цвета. И должна быть темная. Они желтые, темно-оранжевые цветы». Привлекают взгляды красочные прилавки с осенними ягодами. Клюква, брусник, облепиха, калина. Они помогут укрепить иммунитет и добавить бодрости и энергии. «Ну, все берут. И клюква, и облепиха, и брусник. Все берут. Они полезные. Сейчас все берут». «Здесь мне нравится очень хорошая палатка. Свежие, хорошие овощи. Претензий нет к ним». Большой выбор белорусской молочной продукции – сыр, творог, сметана. Особым спросом у покупателей пользуется топленое масло. По соседству представлен широкий ассортимент мясных изделий. «Сало продаем. Очень вкусное сало. Мягкое. С мясом. Грудиночки очень вкусные. Затопеченные продукции есть. Все натуральное». На ярмарке есть место и для сладкоежек. Продавец Виктор Молдавану рассказывает, что конфеты, мармелад, халва и печенье изготовлены на кондитерских фабриках Москвы и Санкт-Петербурга. «Мы подготовили на любой вкус и цвет. И от самых приторных сладостей до самых нейтральных для людей с сахарным диабетом, без дрожжей и без сахара. Мы подготовились на любой случай. У нас есть песочное, бисквитное, сладкое, несладкое, соленое». Для необычного подарка здесь можно приобрести шоколадные букеты ручной работы, а для детей – бисквитные пирожные, покрытые глазурью в форме сказочных персонажей. Напоминаем, что ярмарка будет работать до воскресенья. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.